привет алет как дела у тебя привет ты приготовил картину мне показать свою нажми там микрофон нажми нажал микрофон лично слышно слышно ты картину картину приготовил свою вот она но я хорошо хорошо молодец эту картину раньше видел другой другой нету сейчас рядом другие все мастерской дорабатывается понятно но мне нужно сказал что ты не только художник но и психолог дорогой мой потому что не все же знают что ты бывший пограничник что ты психолог что ты со мной ездил помогал без лани выводить из острого стресса и я не понял вам картина не понравилась 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 просто я ее видел я хотел чтобы ты для всех кто сейчас будет у нас распустились на деревьях цветочки в нашей деревне ураган закончился и сейчас вроде весенняя хорошая погода последний день но по поводу того что я еще и психолог у нас же сейчас ситуация такая что в республику прибывают беженцы и мы как четырнадцатом году тоже планируем конечно от себя от вас от нашей школы оказывать им помощь психологическую то есть снимать стресс и давать им ключ нет во первых я тебе хочу показать свою старую картину два-три года назад написал ты я тоже наверно видел это называется в ношу пантер рождество это вот видишь там да это домик там и там окошечки такие теплые хочется туда войти снег я почему ее поставил прошу сейчас снег идет паспи ты говоришь у тебя там погода махачкали такая теплая а у нас снег снег был но сейчас уже немножко растаивает но ты знаешь что я тебе хочу сказать я помню мы там еще делали по президентской программе дети россии когда мы там жертвы насилия и женцы и ну разные люди были и сейчас ты будешь это делать еще больше штабе что или на новом уровне потому что я предложу школе наши чай будущего хомофутурус подключиться там же у нас много хороших участников которые уже владеют таким мастерством они будут советы тоже давать а ты сможешь их собрать такой мы сделать бесплатный такой ликбез для всех этих беженцев чтобы резко помочь и научить их самих чтобы они тоже могли себе помогать я хочу сказать что четырнадцатом году мы же вот таким образом помогали только это же будет не через это будет видимо прямой не онлайн эфир а это будет работа с людьми с группами людей которые сейчас у нас тут республики расположены которым нужно вот так психологически помочь естественно если я тоже причем к этому пусть она тоже помогает слушай ален я тебе что хотел сказать у меня есть такая мысль которую я скоро хочу озвучить она очень новая до мира я тебе хочу озвучить чтоб ты посмотрел как лучшим ее потом выразить я тебе общий набросок сейчас скажу ты сразу разберешься да но я не уверен что все сразу разберутся потому что мы с тобой на одном языке разговариваем нас могут смотреть разные люди с различных подготовленности нашим пониманием вот сейчас я тебе скажу что если человека в тревожном состоянии находится у него страхи но например у начал кашлять закашливается или например у них сердце заболело за сердцем наблюдает или например у него спина заболела и вот он как бы фиксирует внимание на больной точке или фиксирует внимание на кашле своем или на головной боли у него происходит постоянное сканирование своего состояния и когда он тревожном состоянии когда он не уверен пройдет это сейчас или не пройдет у него риск такой что резко растет напряжение пошел неопределенность попал резко растет напряжение с фиксацией внимания на негативном возможном исходе ситуации и он себя начинает накручивать и и поэтому если он кашляет такой начальника жить и кашли ты никак у него не проходят и никакого не может остановиться потому что все время кашляет потому что у него образ будущего не надежда на улучшение а неизвестность он попал неопределенности причем с этой доминанты у него кашелью и сердце вот у него сердце заболела дальше сейчас все умру умру то на все время думать что ему плохо сейчас умрет и он начинает накручивать и некоторые люди так в принципе инфаркт и получает накручивать это еще окручивать а что сделать так я понял раз он сам себя все время проверяет то есть сканирует а высоком напряжении частота сканирования у него идет непрерывная он все время себя сканируете время себе сканирует все время убеждается что ему плохо и вот допустим ему психолог дает надежду говорит ты знаешь и вот ты будешь сейчас со мной разговаривать или делать приемы по ключу сам я тебя научу это заметишь что ты переживаешь переживаешь но ты заметишь и что когда ты делаешь это на фоне автоколебаний например соединяешь переживания с колебаниями это ты делаешь например или сидя или стоя шал той болтая делаешь или там делаешь вот эти колебательные процессы с помощью приемов плавания или дрожания если ты будешь пропускать через это то ты перестанешь чувствовать высокую тревожность и успокоишься эти выйдешь на состояние безмятежности и кашель прекратится сердце перестанет болеть и идти на счет восстанавливаться это получается коррекция а через положительную обратную связь через образ улучшения образ будущего вот если образ улучшения что ты идешь к этому а вот эти действия которые ты совершаешь переживая это путь к этому но там есть доза потому что ты же так быстро проверяешь себя все время неосознанно постоянно сканируешь перестал кашлять не перестал кашель перестал кашей не перестал кашель и вот это вот постоянное сканирование забывая образ будущего а если бы ты все время себя сканировал сопоставлял свое текущее состояние с ожиданием положительного будущего то есть ты бы смотрелся как в зеркало волшебное То есть как это получается? Я себя плохо чувствую, посмотрел на себя в зеркале, а там я в хорошем состоянии. И вот я сканирую себя, и каждый раз вот я себя чувствую плохо, у меня сердце болеет, я посмотрел в зеркало, я там прекрасно выгляжу. Я начинаю постепенно успокаиваться, потому что я сам себя все время проверяю через это волшебное зеркало моего улучшения. А так же и делают психотерапевты, психологи. Они сначала создают надежду, они создают предвкушение улучшения. То есть они там читают миллион писем благодарных этому пациенту, видишь, сколько мне там выздоровели, стали лучше себя чувствовать, решили свои проблемы. Целый ящик этих писем читает, и у него создается образ будущего. И потом у него сердце схватило, а этот психотерапевт или психолог говорит, а тебе будет лучше, лучше, не волнуйся, делай это упражнение, делай это упражнение. А тот делает упражнение, все время проверяет, а ему не лучше. И он говорит, нет, мне не лучше. А он говорит, ты продолжай, все равно будет лучше. И вот это непоколебимая уверенность, что все равно будет лучше. Просто время нужно. И он какое-то время делает, а потом вдруг начинает замечать, что ему становится легко. Он говорит, да, мне лучше стало. Время, вот это время люди себе не дают. Потому что у них очень высокое напряжение, у них тревожность. Это постоянное самосканирование, постоянное сталкивание без образа будущего, без надежды. Понимаешь, сталкивание с текущим состоянием. А текущее у него сердце болит. И вот он, ты понимаешь, я хочу, чтобы он сталкивался с сам собой через образ будущего, через улучшение. Поэтому опытные психологи, психотерапевты сначала рекламу своей деятельности создают, чтобы все начинают верить, может быть, поверим, может, он мне поможет. А когда человек знает механизм, что он сам это может сделать, главное, чтобы он знал точно, что у него, если он будет делать повторяемые действия, которые организм подсказывает, например, ему дрожит, как говорится, пусть дрожит и переживает. Ему хочется вот так делать, пусть так делает и переживает. И когда он через трубу этого колебательного действия то ли дрожит, нервная дрожь, то ли он вот так качается, то ли самые такие действия, которые организм подсказывает. Я понятно говорю, ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю. То есть ему надо себя сопоставлять через образ позитивного исхода ситуации. Поэтому человек, когда гомеопатию применимает, горошечки, горошечки, которые даже, может быть, в некоторых горошечках ничего нет. Ну, принимает, 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 а у него есть образ будущего, что он выздоровеет. Улучшение у него есть, да. И он выздоровеет. Может, горошечки? Действие совершает, действие совершает. Горошек принимает, он действие совершает. Здесь он тоже действие совершает, если у него есть образ будущего, позитивный, через это действие, он придет к улучшению. Но там надо месяц горошки принимать, допустим. А здесь он может за 15 минут пройти к хорошему состоянию. Вот я к тому, у меня появилась мысль, ну, для этого человеку просто так, неподготовленному, это же сложно. Он же как раз-таки в такой ситуации, когда это сложно себя видеть в зеркале хорошем. Когда он посмотрит в зеркало, он там убитый такой. Поэтому ему надо это сформировать, правильно? Да. Сформировать должен специалист, правильно? То есть вы, или я, или Шейла. Или Шейла. Или кто-то из наших подготовленных специалистов. Мы специально готовим, поштучно, которые прежде чем готовятся у меня, должны сначала собеседование пройти. Коротенькое, чтобы я понял, потому что мы же не всех принимаем. Формировать, законсервировать. И в сложной ситуации у него будет это включаться. По вашему механизму, да? Быстрее не придумаешь. Опять гениально, слушайте, Хосем Гомедович. Ну, сколько можно? Ну, да, да. Ты шутники, я знаю. Я это приветствую. Шутки у тебя хорошие. Но, на самом деле, это быстрейший, кратчайший путь к переключению от негатива к позитиву. Да, да, да. Минусы к плюсу через ноль, между прочим. Потому что, когда он снимает напряжение синхронными действиями своего текущего состояния, он обнуляется. Он выходит на ноль, а потом через ноль выходит на плюс. Да. Ну, таким образом. Короче, ты схему понял. Кто-то там у нас напишет коммент, что он тоже понял. И мы с ним дружим дальше, потому что мы начинаем переписываться. А если... Мы уточняем, что именно он понял, да? А вдруг он с тобой понял? Да, надо уточнить. Вот эта тема будет наших исследующих нескольких роликов. Но там будут и другие ролики. Там будут и другие ролики. Подписывайтесь на наш канал, потому что мы сейчас спасаем человечество. Мы спасаем человечество. Это неплохая фраза. Потому что мы спасаем человека. Человек в стрессе – это неуправляемый транс. Он себя закручивает, у него эго растет. Он боится умереть. Он боится страх. Страх смерти. Стресс – это маленький страх смерти. А когда он большой страх смерти, он его вообще сворачивает, скукоживает, сжимает. Потому что мы хочем в позу эмбриона. Защититься. События по всем. Быть в комфорте. Называем это так. Хочешь выйти? Сожмись. То есть, сделай то, что тебе организм просит. Сожмись комочек, калачек. Потом отпустись. Потом опять сожмись колочек. Да. Как эмбрион в калаче. Сожмись. В этом отбросить. Еще раз сожмелся, отпустився. Уже легко. Невномышленные зажимы с ним. Теперь наблюдаю, решая какой-то вопрос, волнующий тебя. Наблюдаю, что организм подсказывает. Ногой трясти. Тряси ногой. Вот так делать. Так делай. Хочется плавательные движения делать. Делай плавательные. Ну ладно, ладно. Научим. Научим. Ну, а наша школа человеку еще потрясающая. Потому что еще в Махачкале. Это иначе вспомнишь, что у нас центр саморогляд. А у нас человека хомо-хотторус. Сколько у нас приезжали больных лечить. Сколько у нас приезжали врачи из разных городов. И психологи из разных городов. А мне до сих пор пишут никто. Столько лет прошло, а до сих пор пишут. Алия. Хосай Магомедович, а у меня фраза к нашим слушателям. Представьте, что вы проснулись и вышли из дома утром без стресса. Вот вообще без стресса. Что это за состояние? Вспомните детство. Без стресса. И соседка ваша вышла без стресса. И сосед, и на улице все без стресса. И в магазине, и в машине. Везде. Все без стресса. Это же совсем другая жизнь. Была такая некоторое время, да? Не, ну это совсем другая жизнь. То есть человеку, чтобы сопоставить, когда все в стрессе, или он сам в стрессе. И когда он не в стрессе, это совсем другая жизнь. Несмотря на те же условия, когда он в стрессе, и те же условия, когда он без стресса. Это другая жизнь, а условия одни и те же. А особенно, если и другие люди без стресса, то это вообще не такая жизнь. Просто если вот заниматься об этом, то это очень показательная вещь. Ну, если люди будут без стресса, это не в прямом смысле, что он не понимает ни о чем. Это значит, что он быстро реагирует, быстро адаптируется, ему не мешает страх. Потому что кто боится, он под пулю и попадает. Ну, пулю я говорю условно. Я имею в виду неприятность. Травматизм откуда берется? Ну, если ты все время нервничаешь, что ты упадешь, если ты видишь за рулем и все время боишься врезаться, ты на секунду отвлекешься и врежешься, правильно? Ты же водишь машину столько лет. То есть ты же знаешь, я правильно говорю или нет. Я-то вообще так время не нашел научиться. Я помню, когда мы по горам ездили, там по разным селам помогали, в Дагенерго, когда мы в лаборатории саморегуляции работали, всем энергетикам помогали, чтобы они там, монтерам, диспетчерам. Я помню, я тебе говорю, Ален, как хорошо, когда сын сидит за рулем, а ты тогда вел как раз нашу служебную машину. Мы же в одной лаборатории работали. А я тебе тогда попросил, ввози меня. И ты вез нашу Волгу по горам. Я говорю, давай я книжку напишу. Кто был бы там в этой книжке героем для детей, который бы мог им преподавать приемы саморегуляции, чтобы человек был свободен? Ты сказал, Незнайка мог бы. И мы тогда стали писать книжку с тобой, Новая Незнайка, защита от стресса, помнишь? Но я так ее и не закончил. Я еще написал, но Вы Незнайка его волшебный ключ. Это когда он вернулся с космоса, где придумал ключ, но мы ее так и не дописали, надеюсь, допишем. Ну, половина готова. Надо еще половина. Молодец, молодец. Тоже у тебя ложка в руках. Давай я еще раз напомню, всем расскажу, как ложкой снимать давление, если высокое давление, как теплой ложкой снимать давление, какой стороне носа прикладывать и сколько минут держать. Рассказать, да? Это же важная вещь. Помогает лучше. Да, потому что у нас есть ложка для регулирования, чтобы страх и давление снимать, если давление. У нас есть волна тепловая, изобретение. Тепловая волна в ритме дыхания. Это вообще супер. Ну, ладно, потом поговорим. Я тебя целую и обнимаю. И в следующий раз, пожалуйста, картины покажи всем. Не только эту, которую я знаю, а все другие покажи. Приготовь, ладно? Давай, Олен, целую тебя. Всем привет, всем привет. Передам, все тебе знают, любят, уважают, давай. Знают, что ты, мы еще с тобой работали, когда в Каспийске после взрыва Дома пограничников восстанавливали, в Кизляре после набега Радуева восстанавливали. Да ты у меня вообще, я горжусь тобой. Сын у меня молодец, красавец, умник, а еще и шутник. Кстати, между прочим, однако. И красоты, и доброты, еще и юмор спасет мир. Вот же в чем дело. Правильно, доброта, юмор, красота. Давай. Давай. Молодец. Видишь, ты какой. Я так горжусь тобой. Давай.